Сегодня в Киеве встречались два президента, украинский и белорусский. Пикантная деталь Александра Лукашенко сопровождали не только члены официальной делегации, но и 9-летний мальчик. Это его сын Николай, который участвует едва ли не во всех государственных мероприятиях. Сегодня в Киеве для него организовали специальную программу. Пока папа был на переговорах, юный Николай Лукашенко под присмотром целого штата охранников посетил заповедник София Киевская. Для сына главы Беларуси провели индивидуальную экскурсию. Особенно впечатлил ребенка саркофаг Ярослава Мудрого. Как позже сказали сотрудники музея, Коля спокойный и вежливый мальчик. Ну а взрослые тем временем констатировали прогресс. Украина и Беларусь после 16 лет дипломатических игр наконец-то поставили точку в вопросе демаркации границы. Подробности у Ирины Смирновой. Без шуму и пыли. Так дословно президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал неформальные встречи с президентом Януковичем. Именно они стали толчком для подписания сегодняшних соглашений. Договорились о государственной границе. Облаштование государственного кордона является огромным важным элементом развития безвизового диалога между Украиной и Европейским Союзом. Договор подписали еще в мае 97-го года. Все было готово, кроме обмена ратификационными грамотами. Минск затягивал. Вспоминал давнишний долг в 134 миллиона долларов за якобы оплаченный, но не полученный товар в 92-м году. Но сегодня о долге забыли. Иные ценности, иная цена. Мы очень хотели бы видеть Украину в едином экономическом пространстве и в Евразийском Союзе. Очень бы хотели. В части того, что не будет противоречить нашим международным обязательствам, Украина присоединится к положениям таможенного союза. Президент Беларуси подчеркнул, его страну не тяготят отношения Украины с Европейским Союзом. Он хочет большего. По Фрейду. Но мы хотели, чтобы Украина была нашей. И тут же поправился. Ближе к нам. Я не хотел бы комментировать ваши слова. Вынужден просто, наверное, по-доброму ответить. Я думаю, что эти все шаги, которые мы делаем совместные, они будут способствовать продвижению наших товаров, финансов, услуг, рабочей силы. Впрочем, для части журналистов визит Лукашенко в Киев оказался не совсем добрым. Те, кто хотел записать журналистский стендап перед администрацией, вынуждены были ждать отъезда кортежа белорусского президента. Ирина Смирнова, Игорь Антонюк. Подробности телеканал Интер.